вот так вот завтра будет день обжорство она меня на этом ловит она говорит ты делаешь также друзья у нас сейчас встреча с человеком который в какой-то степени замотивировал меня вести youtube три совета новичку сейчас вам покажу машину ни разу в жизни не видел в живую подобных машин вот она прикиньте какая круть просто невероятно кому интересно что это за модель это nissan figaro я себе такую даже взял прикиньте nissan figaro ну офигенная круть просто невероятно это вообще бомба я бы на такой тачке по пензе прям вот так вот идеально мы скорее снова магазин все как всегда за базовыми продуктами в этот раз в дочери кончилась вода у маленькой надо взять еще по мелочи сегодня низкоуглеводных продуктов таких как мясо например потому что у нас сегодня низкоуглеводный день сегодня мы едим 0 граммов углевод от 0 до 15 и это не очень хорошая новость сегодня белок и овощи у нас поэтому сейчас будем есть овощи и мясо и рыба возможно возможно яйца и это грустно и печально но есть хорошая новость который меня немножко радует завтра будет день обжорство завтра может быть поесть нормальный потому что завтра день читмила когда нам официально тренер разрешил есть все что угодно это будет воскресный день когда будет снова мишленовская кафешечка камоборан где мы съедим желтую лапшу крем-суп кокосовый потом возможно поедем в кето кафешку сказка короче я стал каким-то скупым миллионером честно скажу мне на все жалко на все жалко денег но например за кусочек семги я мысль так я знаю что можно купить целую семгу ее разделать просто получится много стейков целом хотя 116 бат нормально 116 бат за стейк это 300 рублей стоит вообще норм нормально так что можно есть сегодня куда-то набирать можно миг поезд сейчас так чё будем есть рыбу все что хочешь ты хозяин еде я тебе думаю сколько набирать 4 стейка хватит помните я уже говорил про эти яички вот там нарисована они такие часа на свет так стану короче они такого цвета коричневые розовые яички вот такие вот коричневые не знаю как их делать и не хочу даже пробовать водичка дочери пошли теперь нам что-нибудь возьмем я считаю что очень важно когда у вас в течение дня все распределено ну хотя бы примерно технически то есть когда ты распределяешь время когда ты проводишь время с семьей когда ты занимаешься собой когда ты занимаешься работой например у меня до 12 часов дня это большей степени время когда я занимаюсь собой я что-то читаю смотрю ролики на youtube тренируюсь я в это время не работаю как правило даже не разбираю там мессенджеры ватсап за исключением тренировочного процесса то есть на тренировке когда тренируюсь я там что-то смотрю обучающие всегда там в этом моменте работают с 12 часов приблизительно до двух часов это у меня такое время отдыха когда мы ну после тренировочного процесса обычно в этот момент мы едим мы обедаем с крисом вместе потом у меня там небольшой тихий час 20 там 25-30 минут и после этого в три часа примерно я начинаю работать с трех приблизительно 7 часов времени в четыре часа в день у меня рабочее пространство когда я начинаю работать связываться с менеджерами созваниваться проводить зумы и 7 часов вечера до 9 часов вечера это время с семьёй это когда я уделяю время дочери когда мы ужинаем когда мы общаемся ее занимаемся друг другом после 9 часов вечера это снова время для отдыха это приблизительно 30-40 минут когда играю в playstation в 10 часов вечера я все отдельные видео, конечно, про тайм-менеджмент сниму, более подробное. Когда вернусь в Пензу, четенькое видео сделаю. Но сейчас, если так, знаете, коротко и обобщенно, как я распределяю свое время, свой день. Вот и все. Ну, не могу я понять вот этого маразма, когда в Таиланде сыр вот такой вот маленький кусочек стоит 300 бат. 300. Это 1000 рублей. Вот за... И это будет не самый лучший сыр. Просто обычный сыр. Прямо... Вот прям абсолютно обычный. У него ничего такого. Ужас. Просто ужас. Так, выбирай. Вот этот или этот? Кругленький. А мне кажется, вот этот кусочек. Ну, давай этот. Вы заметили, да? Она у меня спросила сначала выбора, а потом такая говорит, мне кажется, все равно лучше это здесь. Какая разница вообще? Зачем спрашивать у меня? Я не понял. А она меня на этом ловит. Она говорит, ты делаешь так же. А я ей в ответку говорю, ты делаешь так же. Стейки возьмем. 219. Хорошие стейки. Ой, я даже не могу выбрать, что я хочу. Стейк весной или рыбу поесть. Ты за... Ты за... Какой вариант? Можно и стейк один сделать? Я рыбу боюсь. Я уламываю крис вот на эти котлетки. Бангкок бобс. Австралийская говядина. 199 бат. 2 котлетки. Это примерно 600 рублей. Друзья, у нас сейчас встреча с человеком, который в какой-то степени замотивировал меня вести YouTube. Я человек, за которым я очень длительное время наблюдаю. Не прям мой кумир. У меня нет кумиров, но просто человек, которого я очень уважаю. Он разбился на YouTube до почти полмиллиона подписчиков. Плюс-минус у него там что-то сейчас 600 тысяч подписчиков за 23 ролика. И зовут его Данил. Я случайно как-то наткнулся на него в социальных сетях, наткнулся на него на YouTube. Потом мы на него подписались. Я за ним начал наблюдать, смотреть. И в один момент предложил ему поработать со мной в качестве, чтобы он стал моим продюсером. И контролировал меня. И подсказывал мне. Задавал мне какой-то вектор в плане ведения YouTube. Он на что он предложил мне созвониться. И мы с ним разговаривали полтора часа. Просто он со мной созвонился, как с незнакомым человеком. Мы с ним тогда в Турции общались. Я был в Турции. Он был, я не помню где, он в Дубае. Не помню точно. И мы тогда разговаривали. И с того момента я принял решение вести YouTube. И начал вести его первый раз, когда я сделал предложение самому себе. Бросил тогда челлендж вести 30 влогов. Я сделал. Делать хотел ежедневно. Тогда я принял решение вести 365 влогов, 365 дней. Бросил себе челлендж, с которым я слился. Заново сейчас начал. И все это время я наблюдал за ним. И он сейчас тоже на Пхукете. И мы на Пхукете. Я написал ему, давай встретимся, познакомимся лично. И вот у нас сейчас будет встреча. Хочешь вопрос? Давай. Первый вопрос. По твоему мнению, почему YouTube в чем-то лучше Инстаграма или других социальных сетей? В YouTube есть живой трафик. То есть органический полностью, который можно сделать. Второе. В YouTube куча много монетизации. То есть ты можешь там и мерч продавать, сама монетизация. Есть стримы платные. YouTube уже выкатил Marketplace. То есть можно продукты будет продавать, да? Спонсорство это очень хорошее. У нас в России плохо продается, кстати. В Америке очень хорошо работает. То есть на спонсорстве очень много зарабатывают. Всех этих инструментов нет, например, в Инстаграме. И фишка, наверное, в том, что если я выпустил ролик в YouTube, он мне 2-3 года, Evergreen мы называем, вечно зеленый, может приносить просмотры. Я не выпускаю полтора-два года, да, у меня 200 тысяч подписчиков. В Инстаграме сложно себе представить, что ты выпустил пост, который тебе приносит 2-3 года просмотра, охвата и прочее. То есть это такой однодневный контент. Везубий нет. Ты можешь заинвестировать 20-30 роликов сильнее, которые могут приносить тебе деньги. Если мы возьмем как совет человеку-новичку, который хочет начать в YouTube и стать популярным, там и иметь большую историю, то какие ты удалил советы? Три. Три совета новичку. Они мне понравятся сейчас. Не тебе, не тем, кто это слушает. Вы не так меня поймете. Первое, это определитесь с монетизацией, зачем вам это. То есть я не верю в блогеров, которые на энтузиазм и залетают. То есть блогер, который поставил свою цель, сначала стану известным, потом это, историю расскажу. Мне пишет человек, говорит, хочу стать популярным. Я говорю, зачем? Стану популярным, будут заказы от рекламы, от телевидения там приглашать. Я говорю, я понял, назови в цифрах. Какая это цифра? 200 тысяч подписчиков. Я говорю, я тебе, как 600-тысячный блогер, заявляю. На телек меня не звали. Хьюго Босс и Мерседес мне еще ни разу не писали. Это все, что тебе нужно знать. Потому что если тебе ролики не приносят, а ты вкладываешь, покупаешь технику, покупаешь оборудование, платишь монтажеру, то ты рано или возно задашь, зачем я трачу туда деньги, взамен не получая ничего. И ты сдашься, и таких будет 99%. Первое, определиться, зачем ты это делаешь, с монетизацией. Второе, а совет, это не надо снимать то, что не хотят снимать люди, смотреть люди. То есть, придя на YouTube, ты должен служить людям. Как ты в магазине, что ты продаешь в магазине? Не то, что хочешь ты продать, а то, что покупают люди. Правильно? Ну и, о, черные леггинсы покупают. Окей, черные леггинсы, ты же не покупаешь фиолетовые в магазин. Никто их не покупает. В YouTube то же самое. YouTube это как интернет-магазин. Твоя задача продать видяшку. Вот ты должен выставить такой товар, который люди хотят смотреть. Если люди не хотят смотреть, не надо это снимать. То есть, один мой день люди не хотят смотреть. Понимаешь? Как и 100 тысяч рублей, и как и 100 долларов сделать 2000 рублей на криптовалюте, это ролик, который бы я посмотрел. Это то, что люди хотят знать. Все, что касается профессии, все, что касается знаний, улучшения качества жизни, все это хорошо будет работать. Я не хочу сейчас запретить людям, которые пришли снимать просто развлекательный контент, чтобы их остановить. Им просто сложнее будет. То есть, я бы свои деньги поставил на эксперта, который немецкий язык преподает, программирование. Если бы такой пришел ко мне человек, я бы сказал «Вот тебе мои деньги, я верю в тебя». Если бы ко мне пришел человек, я хочу что-нибудь снимать, кого-то развлекать, я бы не дал своих денег, я бы попытался бы отговорить. Просто из-за того, что человек просто выживет. И, наверное, третий момент. Вы не обязаны быть на YouTube. То есть, можно всегда заняться тем, что тебе нравится. То есть, на YouTube все-таки выживает 1% людей, которые готовы заниматься, даже если им это не приносит. То есть, как Табаков говорил. Табаков – это актер. Я готов был доплачивать, чтобы выходить на сцену играть. Понимаешь, вот там, типа, конкретный YouTube мне ничего не приносит. Но у меня камера за 500 тысяч, понимаешь, монтажеры и прочее. Я покупаю эту технику, оборудую, потому что мне прикольно. И со мной очень сложно будет конкурировать, понимаешь? Я буду делать контент, даже если не зарабатываю. Просто не все должны быть на YouTube. Может, что-то тебя зажигает другое. И нравится другое. Поэтому, да, сейчас все увлечены YouTube классно, здорово. Но ты не обязан там быть. Просто вот от себя. Здесь нет у меня сформулированного вопроса. Но если мы говорим про предюшки и названия, что там важно? Так как YouTube – это интернет-магазин, и мы рассматривать должны. Когда у меня был интернет-магазин женских сумок, когда мы не могли продать сумку, мы ее перефоткивали. Потому что было непонятно. Вот ты когда квартиру смотришь, арендовать хочешь, ты хочешь много информации, да? И она должна быть тебе... Если ты смотришь там, тебе просто диван сфоткали. Это сейчас важно. Тебе непонятно, какая квартира. Вот первый пункт – это понятно. Ты смотришь на аватарку из заголовка, должно быть понятно. Самое то, что большинство людей не понимают, то, что твоя аватарка показывается не один, а ты существуешь в контексте других аватарок. Если твое непонятно, то есть человек готов тебе уделить 0,7 секунд. 0,7 секунд я буду смотреть твою аватарку. Если там непонятно, до свидания. Поэтому основная задача – это как минимум сделать понятно, это то, на чем горит 99% аватар. Ты смотришь и такой – обзор Boosted Border, про чё ролик, я... То есть весь профессиональный сленг надо убрать. Если ты хочешь, чтобы тебя слушали миллионы людей, ты должен научиться говорить на языке попсы. Некого профессионального сленга. Вот.